здравствуйте это канал дикий лайф меня зовут виталий дикий большое спасибо что смотрите делитесь видео лайкайте комментируйте сегодня мой и ваш гость дмитрий спивак кандидат политических наук дмитрий добрый день приветствую тебя виталий приветствую наших уже почти общих с тобой зрителей друзья подписывайтесь это же обязательная программа я всегда так начинаю подписывайтесь на канал виталий это во первых ставьте нам сегодня двоим лайки потому что ваши лайки это просто показатель нашего активного участия в нашей дискуссии мы же не поговорить мы дискутируем анализируем собираем факты воедино анализ ситуации знание истории просто знание как происходит реал политика так сказать поэтому стараемся делать прогнозы которые в основном сбываются поэтому ваше участие в программе это ваши лайки чем больше ваших лайков тем больше у нас аудитория значит тем больше людей задумаются о том что стоит вообще задумываться а не жить в клише в розовых очках и в лозунгах так что есть смысл друзья жмем там куда там надо колокольчики или какие там знаки спасибо разделяя абсолютно твою точку зрения это очень важно для нас поэтому я думаю что вы прислушаетесь уважаемые зрители давайте начнем с основных событий это стало для некоторых новостью для некоторых возможно нет о том что андрей ермак вошел в топ 100 самых влиятельных людей мира по версии журнала time напомню что зеленского как я знаю там нет что изменилось почему именно так где зеленский еще есть экспертные оценки которые уже говорят о том что возможно запад готовит или делает ставку на этого человека который может быть в определенном варианте интегрирован будущую политическую систему на высоком уровне трудно излагать но в любом случае понятно сразу оговорюсь я стараюсь быть очень объективным когда надо очень жестко критикую власть когда надо дает очень жесткие свои оценки дамы память по мобилизации по коррупции по парламенту и по правительству и так далее и так далее то есть меня трудно обвинить в подыгрывании там кому-либо я не участник единого марафона и так далее но здесь справедливости ради надо отметить несколько вещей так первое журнал time это не газетенка там пионерская правда где без проблем купить статейку или пролоббировать там заплатить денежку чтобы ты там вошел в сотку самых влиятельных людей это первое второе не знаю что там что там на будущую на будущем что там о будущих политических ставках но могу тебе сказать что ну это есть это это именно так и есть журнал time значит опубликовал список 100 самых влиятельных людей там нет президентов там нет не только зеленского там нет джозефа байдена там нет макрона там нет шольца ну и так далее и так далее да иначе это был бы рейтинг там мировых лидеров а это немножко другой рейтинг да влиять влияние людей публичных непубличных закулисных и так далее теперь вот это общая информация чтобы зрителям было понятно что это почему это что за рейтинг в чем его суть и так далее теперь возвращаемся к андрею ермаку нравится кому-то это или не нравится но это же абсолютно объективная реальность в команде президента украины в его ближайшем окружении андрей ермак за занимает абсолютно ключевую роль это единственный наверное чек кто способен продуцировать смыслы то одновременно ведет множество разных серьезных проектов ну там да группа ермак макфол группа ермак расмусом там разработка и а инструментария там санкционные политики там значит беспековая история подготовка саммита мира и так далее но но это видео то андрей ермак значит он имеет влияние помимо того что он имеет огромную огромное доверие президента что немаловажно но не секрет же наверное что андрей ермак принимает определенные кадровые решения курирует парламентом правительства есть еще один немаловажный аспект наверное благодаря которому собственно андрей ермак и попал в этот рейтинг журнала тайм ну не дмитрий же кулеба как мы понимаем а андрей ермак ведет наиболее серьезные коммуникации с высокопоставленными представителями запада и востока я подчеркиваю запада и востока это не всегда публичная история это может быть частенько и закулисная история и какие-то переговоры по закрытым линиям так делается дипломатия так делается реал политика и так далее поэтому да в украине в европе по сути принимаемых решений по роли украине сегодня которая находится на перекресть большого геополитического спора большой геополитической войны да за смысл которой является формирование будущего там многополярного мира можно сказать да что андрей ермак играет но серьезную достаточно ключевую роль более того чтобы закончить эту тему я могу сказать что вот как раз премьер ермака говорит о том что вот эту должность ну там глава офиса президента раньше там администрация президента ну неважно а я думаю что наверное надо вводить уже в конституционное какое-то русло и в правовое русло и наделять официальными полномочиями официальными какими-то направлениями иди знаю может через несколько лет у нас появится вообще прообраз американской до структуры управления там президент вице-президент и так далее не знаю это я могу фантазировать но так сказать то что не должность красить человека чек своими умениями и качествами может определять должностные полномочия функцию эффективность управления и так далее здесь нет сомнения но не шмыгать же как мы понимаем и не товарищ стефанчук как мы понимаем является являются в стране знаковыми да и влиятельными фигурами поэтому да мир видит что эта фигура является андрей ермак с ним говорят для того чтобы а почему с ним говорят на западе первые лица ну почему ну потому что говорят обычно с тем кто или в состоянии принимать решение или с тем кто находится в абсолютно постоянном доверительном контакте с первым лицом государства который принимает решение в этой стране так что все очень просто и понятно что будет дальше я знаю слухи многие говорят что вот он может стать премьер-министром после 20 мая а кто-то говорит что иди знай может быть вообще и президенты метит я не комментирую никогда слухи у меня нет такой информации какая-то так сказать логическая цепочка выстраивать может ли андрей ермак будущем там идти дальше в политику и так далее там после зеленского или вместе зеленским но придет время выборов придет время каким-то политическим событиям тогда об этом и поговорим я честно говоря не хотел бы ставить ударение на личности ермака я хотел бы а вот этих интригах которые вокруг всего процесса происходят но не секрет западная пресса написала о том что руководство украины очень активно раскошелилась на траты относительно продвижения украинских вопросов определенным американским компаниям которые занимаются лоббизмом и мол есть даже такие версии что так как основная роль основная задача пока не была выполнена это голосование республиканцев за закон хотя надвижняк есть мы об этом будем говорить позже но это одна из опций минимальных которые эти лоббисты могли предоставить украине не в общем-то договориться с журналом тайм если в этом смысл ли это вранье или похоже на вранье это не вранье это по всей вероятности правда опять опять как бы развею тени сомнения и уберу элементы сенсации никакой сенсации нет опять нравится нам это или нет так было есть и будет все украинские власти тратили определенные деньги на лоббистские структуры соединенных штатов америки почему потому что тут очень все просто две причины нам америка нужна у нас с америка очень непростые отношения нам всегда от них что-то нужно они всегда нами в чем-то недовольны нам всегда нужно там в американском стеблишменте отстаивать какую-то точку зрения украины а это первое а второе американская реал политика устроена так что там в отличие от нас не обязательно делать все закулисно там есть определенные лоббистские структуры официальные платят налоги которые занимаются собственно лоббизмом получая за это гонорары получая за это деньги что такое лоббизм этот они пытаются отстаивать твою точку зрения доносить твою точку зрения до определенных высоких кабинетов американской политики так было при всех украинских президентах мы можем ругать нашу власть за это можем не ругать можем сейчас заняться популизмом на пенсии денег нет на военных нет а вы там тратите на лоббизм слушай это абсолютно разные вещи да надо меньше воровать в украине чтобы были деньги на пенсию на общегосударственная стратегия лоббирование своих интересов перед глобальными игроками мировыми это нормально нормальная стезя и абсолютно нормальная ситуация для любого государства не вижу здесь да если это открыто если эти деньги платятся открыто публично а после уплаты налогов если есть контракт если есть взаимоотношения с официальными лоббистскими структурами которые тоже работают по платят налоги и так далее если наши контакты официальные прозрачные если цели и задачи которые ставятся действительно играют на руку украине и играют на интересы на национальные интересы нашей страны считаю что это политически оправданный шаг кстати чтобы закончить тему я напомню в декабрьском номере 2006 года журнала тайм человеком года стал каждый житель нашей планеты то есть и мы с тобой тоже были априори да как молодые мы были в 2006 году представляешь какое влияние надо просто вспомнить вот ты зря так надо раз ты готовил к этому надо было подготовиться вот что было такого в мире интересного судьбоносного 2006 мы бы сейчас с тобой раз и сказали бы о и наше тут участие есть вот в этих позитивных событиях ну да ладно авторы в общем-то как бы руководствовались тем чтобы в общем-то подчеркнуть значимость каждого жителя планеты но у них свои там были взгляды соответственно на этом был поставлен а потом мировое а потом мировое закулисья передумала решила что слишком дохрена жители планеты и решили давай-ка мы тут парочку пандемии там парочку это вот потому что ресурсов мало людей что-то много как-то надо все это уравнять что повыше на всех не хватает ну мы знаем как происходит подобные процессы большие глобальные так далее там нет морали ценности так сказать эмоций про страждущих голодающих умирающих если бы мир заботился о людях глобальном смысле этого слова то два триллиона в год не тратили бы на создание смертоносного вооружения как раз не тратили бы на войну и на разрушение и на убийство если бы эти деньги тратили бы на продовольствие на медицину и на образование то в мире не было бы голодающих рано умирающих плохо одетых нищих и обездоленных абсолютно согласно задуматься да задуматься если об этом страшные вещи да триллионы на оружие она покушать не хватает денег и 500 миллионов жителей нашей планеты ежедневно голодают и умирают от того чего в двадцать первом веке нельзя не должны умирать и такое это мировая политика сказал о том что часть жителей земли не имеют обычной питьевой воды и в то же время богатые государства тратят огромнейшие суммы чтобы узнать если вода на марсе но разве это не показательный вариант но я хотел бы все-таки вернуться к сегодняшнему дню к украинскому вопросу значит спикер палаты представителей джонсон заявил о том что вопрос украины является для него критичным наконец-то раньше мы этого не слышали раньше он тянул резину а сейчас даже выгнул свой законопроект как ты считаешь что повлияло на резкое кардинальное изменение позиций и самое интересное что сейчас соединенных штатах поднялась волна вот этого продвижения этой инициативы и поддержки в том числе джонсона он сказал я буду двигать свой законопроект по украине несмотря даже на то что мне грозит отставка то есть я так понимаю определенное крыло республиканцев до сих пор этим недовольны что-то я сегодня настроен всех расстраивать уже третья тема опять буду расстраивать первое я аплодирую американцам без иронии сейчас говорю они фантастические они настолько умеют мощно и красиво играть на мировой арене они настолько умеют отстаивая собственные национальные интересы преподносить эту конфетку так что весь мир их будет благодарить за то что они спасают украину хотя дают нам всего кредиты и то немного а остальное оставляют себе они настолько умеют находить правильную форму подачи своих мыслей и правильное время подачи а вот и вот этих вещей что они нам баруан во внешней политике мировой несмотря на то что а их гегемония заканчивается и однополярный мир рушится и конечно и китай там и индии страны глобального юга и русские и так далее будут играть определенные роли но вот в умении произвести впечатление на мир а здесь им равных нет это это главное что я хочу сказать теперь законопроект джонсона да у меня вообще такой вопрос это пакет помощи украине или пакет помощи со самим соединенным штатам америки давайте разберемся значит кстати про джонсона меня еще один есть вопрос а не сливает ли он товарища трампа поживем увидим через месячишка полтора вернемся к этой теме я ее постараюсь более детально проанализировать такой меня терзают смутное сомнение а вот что 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 не сливают ли трампа на потому что краеугольным камнем шестимесячного бодания республиканцев и демократов за пакеты помощи там украине израилю и так далее как раз был вокруг миграционной политики то есть эта тема чтобы не пускать мигрантов через границу чтобы байден не получил плюс пять процентов что мигранты голосуют за демов обычно эта тема была фундаментом как бы до вот этого противостояния и фундаментом и основным направляющим как бы избирательной кампании трампа а тут как бы вот четыре законопроекта отдельных украина израиль тайвань отдельно там про замороженные конфликты отдельно про миграционную политику ну так как-то в комплексе в купе как как-то об этом уже и исходя из этого есть у меня такое ощущение что джонсон договорился с определенными представителями финансово-политической элиты мира а не только соединенных штатов америки побаиваются трампа мире побаиваются трампа он непредсказуем байден предсказуем но и тем более глядя на джозефа байдена ну мы понимаем там комплекс принятия решений там там иначе принимаются решения и в силу его возраста и в силу определенных возрастных каких-то вещей и так далее но в мире все понятно то есть если байден побеждает как он будет действовать или как будет действовать его администрация или те люди кто собственно будет принимать решение по трампу непонятно поэтому не знаю что там не вот эти движухи джонсона как бы да теперь собственно про вот это мы ждали и так далее но первое да скорее всего проголосует 60 миллиардов теперь внимание берите ручки и записывайте друзья миру это преподнесутся как пакет помощи долгожданной помощи для украины чтобы путин не победил чтобы украина выстояла чтобы украина не проиграла 60 миллиард запятая но 23 миллиарда идут на пополнение арсенала в сша 11 и 3 миллиарда идут на текущие военные операции сша в регионе 13 и 8 десятых миллиардов закупка новых систем вооружения президент байден сказал что он с этим согласен говорит мы не будем выписывать чистые чеки да все что нужно нам украине мы будем давать из наших запасов а на деньги одобренные конгрессом будем производить новое вооружение у наших предприятий у наших производителей у американских компаний будем критик то есть деньгами выделяемыми под призмой украине америка будет возвышать возвышаться над миром так сказать увеличивая свою экономическую мощь до развивая свою экономику свою пк на и так далее что же остается нам достанется нам напрямую 7 и 8 десятых миллиардов причем пенсии из них платить нельзя причем кредит кредит и пользоваться мы этим можем до сентября двадцать пятого года да там есть интересная история что 50 процентов этого кредита нам может могут списать после 15 ноября двадцать четвертого года с намеком на нового президента а еще 50 процентов кредита оставшегося могут списать там двадцать шестому году и мы все радуемся о супер есть возможность писать во первых не обезы а возможность это будет рычаг давление на нас торговли с нами то есть ребята мы можем списать эти сам 7 и 8 десятых миллиарда а вы нам должны это это не знаю но почему-то же оставили вот эту штучку что есть возможность писать только не сказали какая возможность а какие аргументы и так далее и так далее следующий аспект в этом законопроекте который будет голосоваться может быть там будут изменения я пока говорю о том в каком виде сейчас вносится законопроект правки там не вправки не знаю пока ракеты атакам блестящий ход республиканцев фантастически они играют пожалуйста джозеф байден вы президент вам принимать решение запятая а зрители же наши с тобой знают что самое главное после запятой до запятой это для информационных лент для названий для сенсаций после запятой смысл рицо да на усмотрение байдена пожалуйста атакам седом 300 километров плюс супер запятая если только передача не будет нести угрозу национальной безопасности соединенных штатов америки ну все как всегда байденам почему атакам сав не давал потому что он считал что это несет угрозу на безопасности америки может втянуть америку в прямой конфликт с русскими а америка этого не хочет и нато этого не хочет поэтому украина без атакам сав собственно как и без f16 ну и дальше республиканцы будут требовать там предоставить стратегию войны усилить там контроль над всеми этими финансами и так далее и так далее и так далее гениально фантастически весь мир будет аплодировать а на самом-то деле а на самом-то деле а вашингтон лишь усиливает свое влияние раз и повышает свою экономику 2 дает огромный госзаказ за счет украины своим военно-промышленным предприятием 3 ну и помогает как бы нам 4 потому что нами кредит эта помощь знаешь почему потому что виталий когда человека прижимают к стенке и у него нет выхода да вот или ему там надо завтра вот что-то отдавать вот судьбоносно или вот все смерти подобно и тебе предлагают кредит но говорят это же помощь полгода тому назад мы бы даже разговаривать бы не стали сказать что же это за помощь от стратегических партнеров если вы опять нас сажаете на кредитную игру сегодня мы даже так сказать не можем и президент владимир зеленский но тоже с этим согласился ну кредиты значит кредиты у нас катастрофическая ситуация значит ну значит кредиты значит американцы же пользуются нашей катастрофической ситуации ну что им вот эти там ярды ну вообще капля в море для 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 американской махины ну дайте же просто не кредиты а тут еще из-за угла мвф горит не 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 у нас нет стратегии списания долгов украине реструктуризации долгов не арит не нет у нас такой стратегии нет а тут g7 попиздели попиздели и не не приняли решение по активам замороженным россии заморозить можем украине передать пока не можем вопрос на хрена вы столько об этом говорите но соберитесь примите решение а потом скажите что же вот это и так далее поэтому видишь виталий я вот как бы до прошелся по этому документу я высказал свое мнение нужна ли нам эта помощь да ну конечно но другой нет тут же очень просто виталий если есть другие джерела то давайте будем там брать если нет других джерел будем брать то что дают но американцы гениально обставляют эту историю и мы будем им благодарны по пожизненно и должны пожизненно и вся европа теперь смотрит на джонсон арио красавец и теперь европа тоже должна что-то принимать посмотри сколько механизмов запустили американцы ничем не рискуя солдат не давая ракеты не давая самолетов не давая дадут столько чтобы мы удержали фронт чтобы путин не прорвал фронт и дальше будут продолжать вести терки с москвой с пекином с тегераном с парижем с берлина и так далее я как говорил так и говорю что 24 год финансовая элита мировая приняла решение закончить две войны на ближнем востоке в европе вернее не то что закончить а не дать этим военным региональным конфликтам перерасти в глобальную войну с применением ядерного оружия а раз принято такое решение значит будут говорить будут терки будут диалоги будут торговля потому что идет перераспределение мира перераспределение ресурсов вот и нас будут принуждать определенным нас будут принуждать к определенным не очень приятным и приемлемым для нас вариантом окончания войны как долго мы сможем сопротивляться на официальном уровне этим принуждениям поживем увидим да дмитрий а скажи мне пожалуйста вот свое мнение насколько я знаю есть часть американских экспертов которые кроме всех остальных перечисленных критериев но от которых отталкивается джонсон республиканцы в общем-то американские политические стеблишмент и том числе и медиа об этом пишут что есть еще фактор внешней политики это позиция китая китай довольно часто говорит о том что запад подливает масло в огонь как они употребляют ничь идет о том что передают вооружение украине и они считают что эскалирует таким образом китайская сторона эскалирует значит запад войну в украине ну все этого даже не скрывал при встрече с шольцем он даже открыто об этом сказал так может быть этот фактор тоже очень важен смотрите теперь они могут сказать мы не даем оружие а продаем а к тем кто продает как бы это сугубо военно-экономические процессы поэтому меньше всего как бы претензий как ты считаешь абсолютно и это имеет место быть но раз мы говорим о том что начались закулисные тетки а почему они начались из-за не за украины в первую очередь если бы не существовала сегодня такая взрывоопасная ситуация на ближнем востоке война в украине бы тлела еще не один год но по крайней мере еще год точно пока там не определяться уже полностью с новым президентом сша и так далее а вот ближний восток продемонстрировал что американцы в одиночку не могут там решить задачу и поэтому нужно подключать остальных игроков которые имеют там влияние остальные игроки на ближнем востоке это кто правильно китай русские а страны ближнего востока и так далее что сша обязаны как бы поддержать стратегического партнера израиль но сша не готовы идти войной на иран ну просто не готовы но иран это не хамас иран это 90 миллионная страна мощно подготовленная мотивированное исламистское государство анти израильское анти западное государство не скрывающее этого готовые там умирать за идеи там хамини и так далее то есть иран не пацаны зеленые американцы помня свой негативный опыт проигрыш войне там и вьетнам афганистан и ирак и они понимают что но у них нет там такого контингента чтобы вести войну против ирана а просто там бомбардировки там самолеты ракеты ну не уничтожишь иран а вот третьей мировой можно привести поэтому американцы не хотят там войну но не могут бросать израиль значит надо утихомирить иран в одиночку утихомирить иран не получается вот будут тереть с москвой с пекином и так далее нам об этом не скажут потому что тереть будут не политики на трибунах а труд обычно в гостиницах холлах по закрытым связям через посредников и так далее и к чему-то придут что байден уже 28 раз призывает нетаньяху ничего не делать уже если нетаньяху продолжит то иран продолжит и по кругу вот нетаньяху тоже размышляет о том что первый же день мира будет означать его политическую кончину ему нужна война тогда как бы да он консолидирует ирзайское общество поэтому какой-то удар они нанесут но не по ирану а где-то рядышком а потом иран что-то нанесет пока удерживают но чему я раз идут переговоры под будущему мира порядку значит идет торговля мы вам помогаем тут вы тут мы хотим вы это то есть начался процесс он будет идти года полтора до окончания двадцать пятого года и где-то к двадцать шестому году в мире сформируются новые правила игры да будет новые но новый миропорядок новое мироустройство до 20 век уже давно про про закончен ялта 45 тегеран 43 уже не интересно да просто выставляния сша и советского союза уже нет правила игры выписанные тогда не работают все наднациональные институции деградированы он там и так далее и тогда все надо менять правила игры надо менять санкционную политику надо менять китайцы говорят так не будет так не может продолжаться что одна страна в мире вводит санкции все остальные стоят вот так значит а гегемония заканчивается и поэтому каждая сторона вот это я отвечаю конкретно на твой вопрос пытается подойти с более сильные позиции когда ведутся терки но каждый хочет показать смотри вот у меня больше козырей американцы играют свою игру и ты прав мы вот туда продаем оружие но мы как бы не закрываем форточку для переговоров мы же не даем украине то чем бы они могли там идти на крым не даем говорят американцы все да крым там за скобкой это потом это туда и так далее китайцы до продвигают свою историю в том числе через посреднические услуги эрдогана я уверен что ту формулу мира которую выкатил товарищ эрди это же не от себя любимого это проговоренная история и с американцами и с русскими с китайцами уверен потому что американцы нам не могут такого открыто сказать да там не вступление нато до сорокового года там референдумы эту территорию пока оставим заморозка конфликта американцы нам не могут такого сказать китайцы вообще такие вещи не говорят они же восток дело тонкое не вот это вот играют да ганшу он себе выкатил да и да и выкатил это неофициально говорят слив какой-то а реал политик так и делается это пока неофициальный план мира это пока так информация каждый кому нужно спецслужбы политики все все по ним понимают откуда это идет и так далее русские хотят как этому дню подойти с позиции силы вот и ведут там наступательные действия по линии фронта хотят еще что-то отхватить наши спецслужбы у нас просто другого механизма нет кроме фантастически мощнейших двух спецслужб я думаю что равных которым я имею ввиду избую равных которым но не знаю может быть там но не знаю фбр ми-6 там да и по поводу массада я уже подумал вот наши две службы просто фантастически уничтожают точечно и проводят эти грандиозные многоходовки эти спецоперации он джанкой позавчера там столько всего по уничтожали от комплексов там с 400 до много чего или там радиолокационная станция до уничтожена нашими уже вторая по моему нашими дронами которая значит контролировала небо 700 километров да и позволяла россии там сбрасывать на нас кабы и так далее и так далее спецслужбы у нас нет особо у нас нет ракет нас нет авиации да вот эти наши дроны наши летают эти беспилотные аппараты и так далее сейчас специально хочу прочитать официально значит новые данные по потерям российской федерации значит по джанкую поражены четыре пусковых установки s-400 три радиолокационные станции пункт управления средствами пво ну там аппаратура наблюдения и так далее и так далее но это стратегическая история ну то есть мы опять продемонстрировали миру развеяли очередной российский миф что нет у них современных систем способных отражать вот такие спец атаки спецоперации не способны пока бороться с нашими сочетанием дроны может быть там было парочку а таком софтом парочку на storm shutdown может быть у нас их немного не чуть-чуть есть да посмотри какой урон стратегически все а из крыма же летела и и мы же страдали но украина не боится запад боится и ничего мы с этим не сделаем мы ничего с этим не сделаем запад будет до конца стоять на позиции что вот у них перед глазами вот все время будет красная линия возможного применения россии тактического ядерного оружия поэтому они будут очень и очень осторожны поэтому через два дня выйдет столтенберг и в 1428 раз произнесет что мы должны помочь украине кому он обращается хрен его знает вот когда генсек нато кому-то обращается мы должны помог кому он обращает ну помогай ты ж генсек нато а значит ты не можешь помочь а маленькая дания должна помочь или кто должен помочь непонятно да и европа прости пожалуйста вот ты говоришь абсолютно как бы рациональный подход со стороны запада я напомню что рюте премьер-министра по моему нидерландов он заявил о том что они готовы выкупить значит тут других стран которые не дают украине системы patriot они готовы заплатить и как бы привести в украину более того производители рстс германии сказали что также вот буквально там через какой-то промежуток передадут еще одну установку это очень важно потому что собирая по крупицам в сегодняшний момент это как бы абсолютно уместно но меня беспокоит другое вот заявление барреля да значит вроде человек с опытом с политическим большим опытом высокий европейский начальник чиновник он говорит легче передать патриоты купить для украины чем восстанавливать энергоструктуру которая сейчас будем говорить так нивелирована в большей части в украине гениально постоянных ракетных и беспилотников ударов вот скажите почему вот как ты думаешь почему этот человек это сделал не вчера а именно сегодня об этом говорит потому что это европейская политика циничная прагматичная аморальная двуличная ну потому что ну вот да очень вовремя сказал баррель нам под 70 процентов генерации уже уничтожили до 2 года уже ракетный террор над нашим небом 100 патриотов есть в рамках ес нам не могут 57 дать этот баррель выходит они все выходят на три вот я ж только что про столтенберга сказал выходит столтенберг первое лицо нато всесильного и кому-то обращается что надо дать украине оружие ну дай макрон выход мы его час войска какие войска ты газ у россии покупаешь за первый квартал на 600 миллионов евро какие куда ты войска ведешь зачем этот ешь на трибуна от баррель выходит то когда надо он говорит да не мы не можем америка не может сбивать ракеты над украиной так как они сбивались значит надо израилем потому что в украине нет американских военных баз говорит баррель так хочу продолжить я диалог с баррелем заочный а почему украине нет американских вас выше украина не член нато а почему украина не член нато выше украину они собираются брать а кто против украины в нато правильно германия и америка доме который построил джек что вы какие циничные игры вы играете его сейчас он выходит да давайте лучше дадим чем будем восстанавливать энергетика поздно уже нет давайте конечно дадим энергетику восстанавливать годами просто годами если не десятилетиями я много раз программе всегда говорю что я да когда говорю о двуличии да и о моральности европейской мировой политики но пожалуйста экспорт удобрений из россии через балтийский бассейн плюс 43 процентов достигает 7,7 миллионов тонн литва да я так понимаю там тоже активный всплеск покупки российского зерна до литва ты правильно говори да очень громко кричащие антироссийские лозунги литва зерно возобновила покупать у россии мвф до который вряд ли можно обвинить в работе на кремль да уж мвф это как бы да их их кураторы американцы мвф прогнозируют рост экономики санкционной россии плюс 3 процента рост ввп китай плюс 5 россия плюс 3 германия плюс 0 6 европейцы смотрят на это все каша сеневают хотят закончить уже здесь войну потому что россии удалось с помощью китая индии турции глобального юга с помощью своих каких-то внутренних резервов с помощью огромных госзаказов и переведения экономики на военные рельсы с помощью мировой контрабанды и никто еще не отменил россии удалось обойти многие многие санкции и поэтому мвф прогнозирует рост ввп россии которая как бы под западными санкции на три процента это мвф а значит там больше трех процентов а поэтому вот и все цены на нефть растут потому что экономика китая слишком быстро растет и потребляет огромное количество нефти по приличной для себя цене или что мы не знаем что америка закупает у россии а уран на миллиард или удобрение а россия покупают у американских компаний через посредников чипы и комплектующие для ракет которые летят на украину и убивают наших людей мы не знаем это знаем это мировая торговля так устроена война войной это грани войны политики во время любой войны решают политические задачи военные воюют военные гибнут гражданские гибнут экономики этих стран разрушаются инфраструктура разрушается бизнес вокруг воин зарабатывает громадное бабло мировая экономика мировой военно-промышленный комплекс пашет в три смены каждый пытается выхватить свои интересы для себя не верите мне спросите у поляков простите у польских фермеров как они вот во время войны с украиной умудряются нам вот это вот вилку задницу вставлять крича при этом о вечной друг поэтому знаешь виталий когда выходит баррель а это главный дипломат евросоюза хочется спросить один вопрос слушать вы хотите помочь украине с поляками разберитесь ну это же проще простого вы же если же одна семья демократическая конкурентная прозрачная ну скажите полякам а я я и украине так сложно украина воюет украина защищает нас европу от россии от путина а у шо ж поляки слова не говорят поляк каждый за себя двое зрителям сегодняшнего дня опять поляки значит блокируют переходы пограничные не позволяют провозить украинские товары в европу в общем песня старая извини это просто ремарочка чтобы люди понимали знаешь виталий если глава пентагона то есть министр обороны соединенных штатов америки говорит нам вы там не бейте особо по российским нефтеперерабатывающим заводам вы там по аэродромам бейте там по кораблям бейте о горит супер мы вам чуть-чуть дадим а вы бейте класс но вот туда не бейте потому что тут наши интересы не дорожает продукты дорожают значит а у нас тут избирательная кампания нам это не вы это же вверх цинизма ну это а обижаться на них нельзя ну а в чем ну так устроена мировая политика если идет какой-то процесс который идет в разрез с американскими национальными интересами они не будут поддерживать этот процесс также как и не будет любой игрок маленькая польша но относительно маленькая относительно как игрок меньше чем сша если полякам не выгоден украинский экспорт агропромышленного комплекса они будут блокировать его им это не выгодно и таких примеров можно привести миллион если макрон остался без ниггера ему нужно что-то закупать для собственной атомной энергетики у русских он будет ее закупать больше негде ну и так далее и так далее и так далее если индии выгодно у русских покупать нефть увеличивая экспорт в 14 раз перерабатывая нефть продавая на запад нефтепродукты поднимая свою индийскую экономику будут это дело привать они хотели на санкции на мораль на нравственность на то что в украине гибнут люди до ним каждый за себя а мы должны быть за себя я не очень понимаю почему на украинском рынке до сих пор бурлит польский товар вот я не понимаю почему не принимаем зеркальных решений ударили бы так разок по полякам экономически глядишь и диалог какой-то бы завязал я думаю что объяснение найдем в документе который подписала украина об ассоциированном членстве там как раз черный по белому написано что обратные реакции вот такие невозможные иначе это будет восприниматься негативно евросоюзом поэтому пока украина побаивается но если ты вспомнил о польше это интересный момент кстати я как бы хотел поговорить потом думаю может быть не к месту но давай уже как бы закончим польскую историю дуда и встреча с трампом более того прям настолько она была информативная настолько она была важна говорит дуда я так понимаю что процесс пошел то есть уже европейские страны некоторые в упор не видят байдена или как это объяснить вот так это и объяснить да это где-то такой дипломатический но не плевок но такой в адрес байдена со стороны дуды да это да да говорит о том что уже забегают наперёд пытаются в числе первых так сказать пожать руку да уже борис джонсон там комплименты в адрес трампа и шольц так сказать шольц недавно у товарища си был и про трампа говорил и вот дуда казалось бы да польша президент польши демократы байден казалось бы а нет значит что просчитали уже и решили так сказать да надо на всякий случай конечно это так сказать поднимает имидж трампу самому в своих глазах он еще даже не официально выдвинутый кандидат от республиканцев не то что там не президент он пока еще один из лидеров там гонки избирательные и так далее и так далее у них кстати равные электоральные шансы с байденом а по крайней мере на сегодняшний день после вот того как проголосуют все эти пакеты я не знаю я же тебе говорю у меня терзают сомнения в чью игру стал играть господин джонсон не знаю ну трамп там сам будет разбираться со своей командой это не наше с тобой дело но это показатель до встреча дуды с трампом это сигнал не только европейскому политику му но и политику мировому более широком смысле слова что ну как бы ребята но вот надо было бы уже как-то иди знай а поскольку виталий вывод такой а поскольку судьба америка выборов американского президента будет решаться до последнего дня до вот до ноября месяца вот эти там сколько осталось пять месяцев все эти закулисные терки будут показа кулисным де юре никто глобальных мировых решений принимать не сможет пока не определиться фамилия нового президента америки с кем будет говорить си кто будет принимать решения по европе и так далее и так далее поэтому вот она пять месяцев мирового закулисья задача которого подготовить условия и фундамент для тех предложений от которых хрен кто откажется вот такую формулу на мой взгляд сегодня будут пытаться подготовить те представители мировых игроков ну кто вот сейчас задействован вот в этих различных встречах коммуникации разговоров переговоров посредники далее так далее и так далее и так далее политику пишет о том даже как-то пишет скептически относительно процессов мобилизации в украине скептически лучше правильно на русском языке так вот честно говоря история с принятием закона мобилизации мы как бы обсуждали мы как бы говорили очень много противоречий до сих пор но в любом случае политика пишет о том что если раньше были очереди то сейчас очереди не наблюдаются за последнее время перед принятием закона выехала еще дополнительно 650 тысяч мужчин призывного возраста это их информация это их источники скажи пожалуйста вот на самом деле вот этот пессимизм который я наблюдаю в западной прессе под украинского вопроса и не только касается мобилизации это спланированная акция или может быть такая неприкрытая правда нет никакой акции да ну чё мы все ищем но политику ничего не написал того чего мы с тобой не знаем ну да изменился мама моральный дух внутри украинского общества потому что много несправедливости потому что одни жируют и воруют вторых вытаскивают за уши из маршруток потому что усталость от войны потому что нет работы потому что разорванные семейные связи потому что потому что потому что и потому что нет справедливости потому что дети элиты не воюют элита не воюет да потому что нет вот этого единения фантастического между властью и обществом которое было двадцать втором году а и поэтому да и на фронте проблемы с оружием проблемы с ресурсом проблемы с целями задачами проблем усталость а потом читаешь список забронированных откуда появится желание стремление дух единения откуда появится вот это доверие друг другу когда цирк бронирован 95 квартал бронирован эти бронированные те бронированные те просто друзья эти в монако эти в брюсселе эти в торонто эти на островах ну посмотри вокруг а никто же каста не прикасаем элита не воюет элита не в армии элита как не в себя скупают дом они все же это видят поэтому откуда взяться вот этому единению и новый закон он ничего не решил но он только уже уже он усугубит ситуации внутри общества и ну я не знаю те у кого есть деньги нормально решать свои задачи для врачебно-лечебных комиссий его новый путь в коррупцию надо там пройти новый этот вот исправку новую это нового кого есть деньги пройдут второй раз пятый раз если человек не хочет не может воевать ну по каким-то своим причинам и у него есть деньги он решит вопрос если у него нет денег он спрячется но это же мы ж так насильно же армию не создашь это очевидно дмитрий а ты сказал нет единение или единство то которое наблюдалось в двадцать втором году а хотел бы задать вопрос как ты считаешь это проблема общества недоверяющего власти но большей степени либо проблема власти которая неадекватно себя ведет в таком формате и в общем-то на наряжается ну как бы будет иметь такую реакцию народ как ты считаешь да это слушай это проблема страны нашей общества власти я сказал почему власти которая да за эти два года решила что на войне можно наживать огромные капиталы можно не советоваться словно и так далее ну как это проблема нашего общества это проблема нашего государства это проблема коррумпированных чиновников да депутаты и прокуроры судьи их дети и сыновья племянники родственники повара водители вот партнеры побитые создана каста каста неприкасаемых а вседозволенность порождает безнаказанность или наоборот безнаказанность порождает вседозволенность а вседозволенность ведет беззаконию и неравноправию о беззаконии и неравноправии создает плохие предпосылки для общества, которое и так измучено, устало, агрессивно озлоблено общество. То есть, власть достаточно неадекватно себя проявляет в этой ситуации, поэтому реакция народа, она как бы очевидна. Но, если ты подвел к этой истории, то я хотел бы ее иллюстрировать. Заметь, экс-чиновник Минобороны, такой Лиев, я лично его знаю, он в свое время работал в национальной телерадиокомпании, просто я же имею отношение к медиа как бы вопросам, лично с ним знаком. И самое интересное, что он подозревается по делу о завладении почти полтора миллиардами гривен на закупке боеприпасов для ВСУ. На сегодняшний день он оказался без меры пресечения. Второй пассажир, не буду называть его фамилию, тоже как бы сюда, поехал прямо домой, там под домашний арест, до сих пор все это волынка тянется. Еще один человек, который вызывает у меня удивление и умиление, как бы мастерством вот этих вот церемоний, да, это бывший министр обороны Резникова, который возглавил какое-то там направление в институте будущего, тоже как это, я так понимаю, Саря Сятнин создала, возможно, институт. Ну, не буду ничего про институт говорить. Где вопросы правоохранительных структур к этому человеку, который нес огромную ответственность, и то, что происходило, я говорю, утечка денег, там сотни миллиардов гривен. Как это объяснить? Да вот ты себе ответил, никак это не объяснить, рука руку моет. Этот Лиев, да, обвиняемый в полу, там, ну, что-то связанное, ну, цифра, полтора миллиарда. Я просто для зрителей скажу, он был там задержан, мера пресечения, два месяца ареста, или залог 50 миллионов. Копейки, полтора миллиона долларов. Ну, видно, с кем-то договорились, и вокруг него тишина. Прошло время ареста, 8 апреля он вышел из СИЗО. То есть, срок закончился вот этого принятия решения о мере пресечения. То есть, человек на свободе нормальные 50 лямов сэкономил и так далее. Он недавно аудит прошел, да, в Минобороне, там, миллиарды нарушений. Опять 10 миллиардов, да. Опять 10 миллиардов, очередные миллиарды. Министр обороны, которого... Я ни в чем не обвиняю, я же не прокурор, я же крезня, я же не знаком с ним. Ну, просто я пытаюсь логически рассуждать, что если во время войны, период, когда ты министр обороны, еженедельно страну сотрясают коррупционные скандалы на миллиарды, то, наверное, все-таки министр обороны, заместители министра обороны, там, главы департамента, да, которые стали очень богатыми людьми за эти два года. Ну, наверное, же должны мести какое-то ответственность или нет. Я просто интересуюсь. И это проблема украинского общества и промывание нам мозгов со стороны того же телемарафона. Все, только так. Если у тебя есть свое мнение, все, ты враг. Высказываешь и ПСО. Коррупция в стране и ПСО. Кто виноват и ПСО. Ну, вот если нас так ведут, то плохая история. Мы ничего хорошего с этим не сделаем. Потому что иногда эти крики, там, мы хотим быть в Европе, Украина – это Европа. Ну, я хотел бы видеть судьбу, там, руководства, ведомства во время войны какой-нибудь европейской страны, где еженедельно сотрясали бы коррупционные скандалы. Хотел бы видеть просто. Или в Израиле. Министра обороны, его заместители, там, яйца, 17, куртки, не куртки, дистоплива, бензин, оружие, вооружение, бронежилеты, качественные. Я уже всего не помню. Миллиард за два года. Богатейшие люди там уже. Не говоря уже про наших военкомов. И ничего, как бы. И тишина. Откуда справедливости взять? Откуда единению взять? Откуда дух вот этот должен появиться? Моральный дух в обществе украинском? Особенно, если смотришь, что происходит в троллейбусах, маршрутках. Это вот так вы разговариваете с гражданами своей страны, кто платит налоги, кто помогает армии, чтобы содержать армию. Ну, гражданские люди не могут воевать, не хотят воевать. Ну, слушай, по-разному. Вот так вы разговариваете, за ноги вытаскиваете людей, на чьих плечах, собственно, мы два года держимся. Вот этот диалог такой, вот в таком тоне, в такой тональности, да, будем друг с другом разговаривать. А чиновникам, депутатам всех мастей можно? Кататься, разъезжать. Они как-то, да? Или представители 95-го квартала чем-то важнее для экономики государства, чем сборщик мебели? Или там комбайнер, тракторист, инженер, продавец? Я не знаю, ну, какая разница? Ну, какая разница? Почему все животные равны, но есть равни? Почему? Прикинь, клоун, забронировано, хлеборуб или земледелец? Как бы нет. Вот какая интересная история. Да, кстати, про телемарафон ты вспомнил, тоже тема классная. Мне это близко, потому что я слежу за инфополем. Ну, и у меня особое отношение к этим всем процессам. Так вот, Шмигаль сказал о том, что не стоит отправлять полмиллиарда гривен в планированных на медиамарафон вооруженным силам Украины. Мол, государство и так активно поддерживает и как бы полностью финансирует. Более того, есть такой глава фискального комитета, значит, Гетьманцев. Очень известный человек, в негативном плане тоже. Так вот, он сказал о том, что это вообще дичь, говорить о том, что не надо выделять деньги на марафон. Как тебе такое? Ну, дичь. С моей точки зрения, да, это дичь, когда опять же с народом Украины разговаривают вот так. Они даже не хотят задуматься, почему возникла такая петиция. Почему люди хотят уже как бы, да, они не хотят задуматься, что, наверное, в 22-м, может быть, даже в половине 23-го года, наверное, это было актуально. Да, вот, единые программы, единая оппозиция, единая новостная лето. Наверное. Сейчас нет. Ну, все меняется в мире. Сегодня пришло время говорить со своим народом правдой. Мы же про демократию. Во время войны тоже должна быть демократия. Ничего там страшного нет. Мы все за Украину. Мы все за свою страну. Кто-то с оружием в руках, кто-то в тылу, кто-то работает, платит налоги, помогает, донатит, волонтер. Мы все за Украину. Но если мы вскрываем какой-то коррупционный скандал, это же не ИПСО. Это мы за Украину. Поэтому, а единый марафон в Израиле такого нет. Страна воюет. И границы там, кстати, открыты. Хочешь ехать, езжай. Но там просто все военнообязаны, все дети элиты, все. Поэтому, конечно, там не надо закрывать границы. Там есть чувство самосознания. А Гитман задарит это дичь и так далее. Вместо того, чтобы подумать, что, наверное, как бы народ уже перестает, перестает на это реагировать, что, ну, всему же есть какое-то начало и конец. Я считаю, что единый марафон в этом году и в ближайшие месяцы нужно как бы переформатировать. Не может быть единой точки зрения. Не могут быть 15,5 одинаковых экспертов, понимающих все и во всем, которые говорят как по написанному. Ну, если есть ожидания... Прости. У тебя не сложится впечатление, что все это выглядит таким образом, что вот сословие, которое у нас существует или сформировавшийся такой сословный вариант, да, простые люди как бы служат и защищают Украину, а другие забронированы. Это, как говорят эксперты, элемент того, что какая-то часть значительного народа просто пытается сохранить то, что сейчас очень вкусно для политического эстеблишмента. Я мягко говорю, как ты считаешь? А не, ну все понятно, ну Виталий, ну все понятно. Давай эту тему изможно часами. То есть закон про мобилизацию, который принят в полном объеме, во-первых, войдет как бы в русло и заработает там в течение пяти-шести месяцев, не раньше, но ложечки найдутся, осадок останется. Глобальных задач этот закон не решит. Методов кнута, запугивания, угроз, ограничений боеспособную армию не создашь. Закон о мобилизации без демобилизации тоже как-то странная история. Не бывает, наверное, процесса мобилизации без процесса демобилизации. Это взаимосвязано, как мне кажется. Ну и так, глядя по сторонам, я понимаю, что молодые люди там 25, 35, 40, ну наиболее такие. Кто может, хочет, умеет и готов, идут. Кто не может, не хочет, не умеет, не готов, хотят приносить пользу стране иначе, делают так. Почему же надо за ноги вытаскивать угрозами? Если вы не придете, то мы вот это вот. Ну мне кажется, это путь не приведет к чему-то, ну не знаю. Так мне кажется. Он даже в России, даже в России, у русских и то отказались от этой истории. Просто платят бабло и, как говорят наши военные разведчики, 30 тысяч человек в месяц у них приходят добровольно по контракту. Это такая мотивация, все, деньги, хочешь, все, иди там, в армию служи, подготовишься, поешь на войну. То есть у них такая мотивация. Да вообще в мире финансовая мотивация часто является главенствующей, да, мотивационной штукой. Да, и мы должны армию строить, армию тех, кто может и хочет, а не армию тех, кого насильно запихивают в бусики. Понимаешь? Да. Ну вот так. Есть над чем задуматься. Дмитрий, я очень благодарю тебя за то, что ты ответил на мои вопросы, поделился своими мыслями. Ты очень интересный собеседник. Жму руку, благодарю и надеюсь, снова выклонны в будущем. Спасибо, Дмитрий. Спасибо вам, уважаемые зрители, что смотрели. Пожалуйста, подписывайтесь на мой канал. Сегодня моим и вашим гостем был Дмитрий Спивак, кандидат политических наук. Не теряйте оптимизм в любой ситуации. Через небольшой промежуток времени встретимся. С уважением. Виталий Дикий. До встречи. Субтитры сделал DimaTorzok